Ну что, друзья, вот мы и в кофейне. Как вам обещал, мы будем делать это утро намного бодрее, потому что кофеек мы с утра пьем чистенько. Тем более у нас прямо сейчас есть даже человек, который знает о кофе все. Вот представлю вам, это Асиф Алиев, собственник сети кофеин. Он нам расскажет, покажет, какие есть виды кофе. И самое главное, мы сегодня попробуем очень много. Я думаю, что мой желудок будет наслаждаться сегодня, потому что я уже готов что-то вкушать. Давайте вообще разберем. У нас пока два вида кофе, они к нам будут подходить потихоньку, чтобы мы могли распробовать прям все. И вот давайте, вот что у нас уже представлено вот здесь. Да, всем доброе утро, меня зовут Асиф. Здесь уже представлены у нас фильтр кофе и американо. Американо мы получаем из кофемашины путем экстракции через давление, да, вымываем кофеин и это у нас американо. Это у нас фильтр кофе, который мы варим через фильтр машину, кофемашину. И я предлагаю попробовать. А вообще давайте сначала, вот чем отличается фильтр кофе от американо, собственно? Это просто два разных способа приготовления одного и того же напитка, да. А что из них крепче? Я знаю, что американо нужно прям аккуратненько пить. А вы попробуйте и потом подискутим. Давайте попробуем. Вот у нас берем американо. Ну, я вам так скажу, пока сейчас Асиф уже готовит нефтяновое кофе, я скажу, что американо всегда крепко, прям очень крепко вот чувствуется. Ну и фильтр кофе, это вот, а почему он всегда такой маленький, да, напиток? Нет, это я просто налил мало. Ой, ну, кстати, интересно по вкусу, потому что это что-то другое, на самом деле. Он более яркий и насыщенный. Теперь нужно попить воды. А нужно попить воды, чтобы остальное убрался в вкус? Брать, да, вкусы, почистить рецепторы. Так, и это у нас... Это у нас эспрессо, здесь много кремов, и это приготовим. Мне кажется, я сегодня максимально бодрый буду на весь этот день. В пятницу, тем более, очень хорошо ощущается. Ну, кстати, запах даже немножко отличается у каждого, как будто... Вот минимальные какие-то ощущения есть. Итак, попробую сейчас. Ой, кстати, как будто по ощущениям даже крепче, чем американо, если честно. Эспрессо крепче, конечно. Крепче, да? Да. Вообще, в каких количествах нужно пить кофе? Вот если я проснулся с утра, чашечку американо или все-таки эспрессо вот такую маленькую? Ну, нужно различать пить, где эти напитки, дома или в кофейне. А, это тоже разные вещи, да? Это разные вещи, конечно. Дома мы вряд ли получим такой насыщенный вкусный кофе, потому что нет то условий, да, нет правильной кофемашины. Ну, если есть фильтр кофемашины дома, то это очень вкусно будет пить фильтр, если вы его любите, конечно. Вот. Но эспрессо классный получить в домашних условиях очень сложно, если нет профессиональной кофемашины. А вообще, смотрите, вот какое кофе чаще всего выбирают клиенты, гости, которые к вам приходят? Какое кофе самое ходовое? Давайте начнем с самого ходового. Ну, смотрите, гости различаются тем, что часть гостей ходит только за американо, эспрессо, за одной категорией напитков, да, это только кофе. Но мы должны понимать, что большая часть гостей, да, это процентов 70 в наших кофейнях, это потребление кофейных напитков. То есть это, собственно, это как отличается в целом кофейный напиток и кофе, это разные вещи тоже, да? Конечно, да. Вот это кофейная классика, это процентов 20-30 потребления в наших кофейнях, в нашей сети. Ну, я чувствую, что это классика, мне уже хочется бежать куда-то, что-то делать. Большая часть гостей, конечно же, выбирает кофе с молоком, да, мы его сейчас тоже попробуем. А еще большая часть, это те, кто пьет сладкий кофе, кофейные напитки авторские, это добавление сиропа, корицы. Вообще отличается на молоке кофе, то есть оно мягче чувствуется, ощущается? Оно мягче, да, это другая культура употребления вообще. Это даже другая культура? Да, мы говорим сейчас про культуру употребления. То есть вот есть одни гости, которые ходят строго за американо, за фильтром, за эспрессо. И другая часть, да. Маленькую клюшку, да, хоп, и все, да? А некоторые прям берут, чтобы... Я так понимаю, что оно по вкусу отличается даже, то есть вот... Да, конечно. Я смотрю, вот это вот как бы крепкие напитки. Кофейные напитки, как мы разобрались, да, это уже более такое мягенькое, вкусненькое, да? Потому что я любитель, если честно, даже если прихожу в кофейню, я всегда говорю, можно мне большой капучино и два сахара, да? Вот и я... Это портит вкус кофе. Это портит вкус. Отлично, это то, что нужно. Сейчас мы попробуем капучино. Да, вот сейчас попробуем как раз капучино, который я люблю, естественно. Вот, но... Он без сахара. Вы посмотрите еще рисунок, но это... Он немного умер, вот в кофейном мире вот это называется, умер. А что это значит? Такой капучино нельзя отдавать, а вот видите, он уже просел. А, просел, то есть он должен быть максимально свежий. Максимально свежий, да. Мы сейчас пойдем, приготовим. Давайте вообще попробуем капучино. Я хочу... Никогда не пробовал много видов кофе, чтобы попробовать... Надо попить воды. А, надо попить, все. Есть определенные правила. Почистить вкусовые рецепторы. Да. Берем водичку, немножко выпиваем. Почистили вкусовые рецепторы. И теперь нужно вкусить новые ощущения. Попробуем. Ну, это, кстати, классический капучино. Мне прям очень сильно чувствуется, насколько он мягче. Потому что вот эти напитки прям крепкие. Ты выпил глоток, у меня уже глаза немножко напряглись. Баблился. Ну да, мне уже, я говорю, хочется бежать, что-то делать. А здесь прямо максимально комфортная обстановка. Ты такой, тебе хочется где-то сидеть в Париже, где-то как будто наслаждаться кофе. Ну, действительно, даже если вы говорите, что кофе умер, мне вообще все нравится. Ну, и я не искушенный такой человек. Да, ну что, давайте попробуем с вами приготовить что-нибудь новенькое. Я так понимаю, у нас. Flat wipe. Да, давайте вообще изначально, прежде чем мы начнем готовить. А, ну, хотя, давайте пройдем, попробуем вообще. Вы никогда еще не были здесь, потому что никто еще не видел, как это делается. Смотрите. И мне ничего не будет за это. Потому что я стою здесь, как бы, где готовят кофе. И мы сейчас будем готовить flat white. Давайте вообще расскажем, что такое flat white и из чего он делается. И, может быть, даже вкус какой-то его опишем. Flat white вообще, почему я люблю flat white? Это, во-первых, это вкусно. Это первые 10-15 секунд экстракции кофе в зависимости, во сколько началась экстракция, да. Во-вторых, это яркий вкус за счет кремов и масел, которые мы вымываем под давлением. А, в-третьих, всегда есть возможность оценить, насколько классный кофе и насколько классно бариста. Алена, а можно мне, пожалуйста, молочко взбить? Насколько классно бариста настроил утром кофемашину. А это тоже важный процесс, да? Это очень важный. Это самый важный процесс. Строить утром правильно кофемолку. И насколько классно взбивает молоко, рискует вот так, да. И до сердечки приносит, как это называется latte art. Да, latte art это называется. Если вы, друзья, не знали, что такое, как это называется, когда вам приносят кофе и на нем что-то нарисовано, это называется latte art. И есть, возможно, а есть профессионалы по этому делу? Да, проходят чемпионаты, полотна. Чемпионаты даже проходят? Ничего себе. Мне очень хотелось бы... Давайте, мы сейчас делаем flat white. Все-таки у нас он уже готовится, готовится, правильно я понимаю? Можете увидеть, как это происходит. И если вы говорите о том, что вам долго несут, друзья, вы посмотрите, как это делается. Оно потихоньку, не торопясь, чтобы... Мы вымываем максимум кремов и масел. Так, и теперь это смешивается с молоком, да? Да. Добавляем немного молока, потом перемешиваем, крутим, чтобы разбить крема и смешать все в единую консистенцию. Так, и теперь осталось... Уменяем чашечку и теперь вливаем. Ну, красота, друзья, тут же происходит. О, итак, это... У меня не получилось, это много, ну... Ну, ничего страшного, все-таки... Да, это есть классический flat white. Это flat white. На двойном ристрето. Он маленький по объему, но очень яркий. Он такой, как будто немножко пенный он ощущается, прям такой легкий, воздушный. Легкий, воздушный, да. Поэтому, если вдруг вы не знали, что выбрать, что-нибудь новенькое, нужно попробовать flat white, друзья, потому что я, по ощущениям, что-то новенькое для меня. Мне кажется, я вот в следующий раз, когда буду заходить в кофейню, буду вот как раз заказать flat white. Ну, вообще прекрасно, по ощущениям. Ну, он может показаться крепким, но по факту это не крепость, это не кофеин, это крема и масла кофейные. Чем ярче крема и масла в кофе, тем выше оценка кюгрейда кофе. Тем лучше, скажем так, сорт кофе, разновидность, процесс обработки. Существует 4 вида обработки кофе, это натурально. Ну, это уже прям наука целая, я понимаю. Ну, смотрите, мы попробовали несколько видов кофе, все-таки flat white это что-то новенькое для меня, я думаю, что для наших телезрителей, которые сегодня смотрят. Ну, и, конечно, друзья, нужно пробовать что-нибудь новенькое. Даже если вы где-то находитесь в кофейне, попробуйте и классические, и что-то интересное, что расположено в меню кофейни, допустим. Поэтому что-то новенькое мы сегодня с вами попробовали. Итак, с нами был сегодня Асиф Алиев, он собственник Сити Кофейн, и попробовали вместе с вами такие вкусные напитки.